Давненько мы с операторами лазали в песках и грунтах, рядом с яблоневым садом. Ну вот настал тот момент, когда есть возможность посмотреть, как идет строительство КПП-4. Экскаватор Малыш копает траншею. За рулем Анатолий Пантелеев. Мы здесь делаем, как ясно вам, заземление в общем здании. А у вас задача какая на сегодняшний день? Какую траншею, какой глубины, длины или как? Или от обеда и до забора? Как получится за целый день. Сколько сумеем, столько сделаем. Техника, я смотрю, у вас хорошая. Импортная, маленькая, удобная. Сейчас, судя по графику, идет кирпично-монтажный цикл, который продлится до октября. Сейчас выполняется строительно-монтажная работа по строительству основной части здания, так скажем. То есть возводятся стены, фундаменты уже выполнены. И контур заземления. Сейчас начинаем уже заниматься прокладками сетей. Уточняющий вопрос был задан про фундамент. Плитный фундамент, он единственная, ну как бы плита она разреженная. То есть не сплошная плита, а только поднаружные и внутренние стены подкапитальные. Там определенные ширины, определенные высоты, монолитный бетон. А дальше уже идут фундаментные блоки. Насколько надежно это все здесь? Просчитаны, да, вот эти все нагрузки? Ну, естественно, каждый фундамент, он рассчитывается. Я думаю, что проектировщик здесь, в общем-то, серьезный. Архитектурная мастерская, все дома построены. Вот последние с этим проектировщиком ошибок не было, по крайней мере. А вот руководители, которые инициировали рабочее совещание. И сейчас мы узнаем детали достигнутых договоренностей. Мы сегодня проводим очередное оперативное совещание. Подъехали наши коллеги из Нижегородской области, из администрации, по решению вопросов строительства КПП-4 и дороги. Цель этого совещания – это подготовка совместного графика трех сторон. Ожидается, что к концу августа дорожная карта объекта будет согласована и направлена губернатором Шанцеву. Пока корректируются проекты дороги, Саров, Кременки. С нашей стороны предлагаются все усилия, везде зеленый свет, с коллегами есть полное взаимопонимание. Реально начать работы по дороге 203-й внутри города в зимний период? Конечно, реально. Даже, может быть, по некоторому набору работы удобнее, поскольку грунты здесь обводненные. Но, видимо, зимой даже удобнее работать. Проект сдачимый, ответственности все понимают. Работа идет слаженно. Так что, я думаю, основная задача прессы, которая была на стадии начала этого проекта, она выполнена. Новый кирпичный столб, новая плита и новая доска, на которой появились новые слова. Проект строительства дороги и КПП на этом месте будет реализован к 12 июня 2016 года. Дорога 203 внутри города до КПП и сам пропускной пункт, пожалуй, будут. Но дорога на север в планах области – это Саров-Кременки. На новой табличке и схеме указаны границы Саров-Глухого. Между Кременками и Глухого 10-15 километров. А этот участок Нижегородская область будет делать? После того, как дорога будет построена, будет произведен ремонт по дорогам близлежащим, чтобы жители могли комфортно передвигаться и удобно жить. То есть процесс будет последовательный, не параллельный, а последовательный? Сначала построим дорогу. Те дороги, которые кроме этой, они поддерживаются в состоянии, что-то ремонтируется, где-то проводится ямочный ремонт. То есть все на должном уровне.